здравствуйте друзья вопрос из беларуси 30 лет человеку 1 системный администратор английский плохой повезло с первого раза выиграл грин карту поэтому подумаю продумываю линию поведения в сша денег успею накопить немного пару тысяч за вычетом интервью и перелет понимаю не имею друзей в сша истории и документов жилье будет обходиться дорого даже румэйтом вы называли цену 15 20 долларов в сутки но это я может быть говорил про хостел какой-нибудь вот только так 20 долларов на 30 дней 600 ну да ну да это может быть румэйтом действительно это вот у нас тут если он в каком-то другом месте будет это может быть двое дешевле или в трое я перестраховщик поэтому план номер один это приехать дождаться два-три месяца документы а работу искать уже через интернет из дома господи узнал про вэлфер мне не нравится этот план приехал и пошел сразу работать никаких документов дожидаться не надо человек с грин карты у него в паспорте ставит печатка такая наклеена бумажка и там написано что он имеет право на работу значит нехороший план узнал про вэлфер возникла мысль изучить возможность прибегнуть к нему на месяц-два как резервный вариант если буду голодать вы не будете голодать вы будете работать через там пару дней как принять изучая иммиграцию в канаду встречал много советов что можно получить продукты наряду с бомжами в америке тоже может благодаря вам разобрался что вэлфер нарушение условий грин карты ну понимаете как она как бы нарушение но с другой стороны не имеется в виду что человек голодает давайте поэтому но в конце концов но получится фудстэмпы сами пустым по не денежное содержание а фудстэмпы не являются нарушением кстати короче вопрос как вы думаете почему форумчане вот вопрос почему форумчане это форум говорим про вес видим так так агрессивно реагирует на людей подумывающих прибегнуть к вэлферу аха форумные споры мне очень напоминают споры религиозных фанатиков верх агрессии противники отказываются слышать любые доводы увидел там точную фразу злейший враг нового иммигранта это иммигрант приехавший немного раньше в чем причина люди уплачивающие налоги чувствуют что их грабит они там такие налоги платят вы меня вы меня извините это это не их налоги я вас уверяю как было в вашем видео мы платим минимальную ничего не покрывающую страховку там у нас человек писал 600 долларов в месяц чтобы содержать нелегалов ну да это как бы как аналог хорошо я не понимаю государство взимает налог и посмотрим и это данность это правда я же не переживаю что мои кровные деньги тратятся например на оружие это данность если формные клеймители белфера не согласны с обама керр то пусть напрягают своих депутатов идут с плакатами к белому дому но они нападают на своих бывших земляков не на афроамериканцев или латино а на своих сородичей что заставляет людей не промолчать то есть я понял как бы в письме две части первая часть это как бы план и в каком положении он находится а вторая часть это почему люди так плохо относятся на форуме на конкретном форуме почему люди плохо относятся к тем кто пытается значит обратиться за какими-то социальными программ вот вот так вопрос стоит итак давайте мы еще раз более четко проведем границу между скажем так легитимным и нелегитимным использованием социальных программ людьми которые выиграли грин карту в лотерею потому что есть некоторые условия для них скажем специфически и граница здесь очень тонкая значит одно дело человек оказался в каких-то обстоятельствах например вы приехали у вас было с собой 15 тысяч долларов и вы собственно не собирались садиться никому на шею но приехали у вас там дружбан говорит о смотри вот сейчас выходные поехали в лас-вегас со мной вы едете с ним в лас-вегас а там раз и нет 15 тысяч спустили но может так быть может значит и вы обращаетесь там за какой-то помощью у вас еще допустим там жена двое детей там и так далее вы вы просто не можете вы обращайтесь за какую-то помощью можно сказать что это поведение чека неразумное но это поведение чека не такое что мы можем сказать что он мошенничал он не мошенничал он когда визу получал и сказал что он не собирается быть public charge да то есть вот сидеть на бенефитах он правду сказал понимаете он когда обращался за вэлфером будучи в сша он не прятал деньги которые с собой привез со словами что нет у меня денег вот так вышло там туда-сюда он не прятал у него правда не было и в этом смысле он чист то есть никакой закон и там ну никто не будет к нему претензий предъявлять то есть если это произойдет скажет дурной мужик но но он ничего такого не нарушил что на самом деле происходит люди и это плохо люди планируют они говорят я приеду в сша и я пойду на вэлфер ведь ничего плохого в этом нет вот у нас тут зритель рассказывает ты же с green card и приехал зачем тебе идти работать стройка это не для тебя или там какая-то работа за три копейки вот ты иди выучись там и так далее и вот ему это говорят люди и и он говорит так это же нормально это же легитимно значит я приеду в сша я пойду на вэлфер я поучусь пару лет значит там в колледже за государственный счет как казна будет в это время всю мою семью содержать и так далее значит вот тут есть мошенничество фрод потому что он когда приходит на интервью к консулу американскому он же не говорит ему я буду вот так он же говорит я не собираюсь быть public charge вот в этом сразу присутствует иммиграционное мошенничество то есть он получает визу американскую зная что он не будет выполнять те условия на которых это виза выдается то есть в этом тонкость как бы в разоблачение в депортациях и принятии мер по отношению к этим людям знаете вы не знаете был ли он в лас-вегасе и действительно ли он спустил там все деньги или он только говорит что он спустил а на самом деле они у него там в кубышке лежат быть быть вы ничего этого не знаете поэтому очень трудно с этим бороться со стороны казны и собственно она и не хочет агитка с ним уже пусть там живет болтается и так далее но одно дело чек планировал что-то сделать а другое дело она вдруг произошло и вот и вот тут границы поэтому что такое форум форум это место где люди общаются люди которые уже тут вот как в этом письме люди которые немножко раньше приехали вот есть люди которые немножко раньше приехали и приехав немножко раньше они работают что такое делают тратят может быть свои сбережения не не в том дело что они там налоги какие-то заплатили смешные, а вот они вот как-то живут, и вдруг человек, который еще не приехал, между ними может быть там 3 месяца разница, или там полгода разница, и этот человек говорит, а я хотел бы узнать, как пойти таким путем, чтобы вот так, понимаете, то есть, и даже тот, который приехал и, например, угодил, случайно на велфер, да, кардинально отличается от того, который сидит и планирует, что он будет на велфере. Есть третья, как бы, ступень, категория, значит, вы можете не планировать этого ничего, вы можете сказать, у меня есть вот там какие-то средства, у меня есть какие-то там, ну, умения там, трудовые, навыки владения языком, я планирую, что я вот так вот буду жить, но неплохо знать, неплохо знать, что случись чего, что вдруг пойдет не так, знаете, как бывает, вот, а ты все-таки прикрыт, и очень многие люди интересуются социальными программами не в том смысле, чтобы сразу туда на них заскочить, а в том смысле, чтобы знать, что ты прикрыт. Это хорошее знание, оно, как бы, полезное. И на форуме «Говорим про ЕС» есть этот самый FAQ, или как-то он там называется по-своему, Вики, там, да, форум Вики. И вы можете туда пойти, и вы можете прочитать все эти программы. Там даже по штатам расписано, куда обращаться, в какие там организации и так далее, и так далее. Вам для этого не нужно абсолютно участвовать в дискуссиях никаких. Вот. Но возмущают в основном халявщики, которые вот так вот сваливаются, и как бы хотят вот спланировать вот такое злоупотребление, абьюз. То есть они как бы... Ну, это все равно, что вот пришел человек на форуме и говорит, «Ребят, я вот хочу там приехать, подать на политическое убежище, я знаю, что там все жулики, все врут, накидайте мне там, значит, как обмануть». Это будет такая же точно реакция. Вот точно такая же. То есть приходит человек, который планирует какую-то кидалову, и ему помощь еще нужна. Понимаете, вот в этой степени. Ну, в значительной степени вот как бы неприятие происходит на этой почве. Это с одной стороны. С другой стороны, знаете, вот мы пытаемся логически понять, почему люди кидаются на того, кто рядом, а не на того, кто там может быть где-то далеко. Там почему никто не возмущается, что вот афроамериканцы там многие на Велфере и Латинос тоже, а вот там русские на Велфере их возмущают. Бывшие советские на Велфере их возмущают. Я даже не хочу углубляться в то, что, скажем, афроамериканцы и Латинос, они здесь живут, а, скажем, наши соотечественники приезжают. Это разные вещи. Одно дело, ты здесь живешь, родился, и эти бенефиты для тебя сделаны. А другое дело, приехал кто-то со стороны, и вместо того, чтобы работать, значит, хочет попользоваться. Это немножко другой моральный аспект. Но дело не в этом. Дело в том, что в этом нет логики. То есть это можно объяснить просто фактом того, что вот мы принадлежим к некоторой там группе людей, к некоторой стране, вот, которая, может быть, там развалилась на несколько стран. Ну, как бы в целом. Вот некоторая ментальность такая характерная для бывшего СССР, где все время ищут врага, ищут виноватого, и ищут, как бы, религиозно, в хорошем смысле, да, то есть ищут не на уровне веры, а не на уровне логического рассуждения. То есть попытка искать здравый смысл, она обречена заранее. Вера не требует объяснения. Вера, она и есть вера. Вот человек верит. Он верит, что он хороший. Поэтому любой человек, который, значит, не такой, как он, он уже плохой. Он, может быть, слишком богатый. Понятно, что он украл. Он, может быть, слишком бедный. Понятно, что он ленивый. Он, может быть, там, я не знаю, ну, еще какой-то. Во всяком случае, вот те, которые не мы и не как мы, они с проблемами. А мы хорошие, мы нормальные, мы в порядке. Я бы это так объяснил. То есть есть страны, есть какие-то, ну, не знаю, территории, где народ более благостный, жизнерадостный такой, как бы сказать. А есть места, где народ более негативный, и где всегда кто-то виноват, и где это никогда не мы. Он, может, например, негодовать по поводу того, что, скажем, олигархи там все разграбили, да, и при этом он может тащить там с рабочего места, не знаю, что у него там было, вот он может при этом украсть. Это совершенно не противоречит одно другому. То есть он хороший и чистый, потому что это он, а не потому, что он как-то хорошо себя вел. Вот я бы сказал, что события последних там трех лет, например, это очень хорошо, ну, как бы очень выпукло показали. Ну, и до этого. Ну, вот сколько я себя помню, вот столько было. Советский человек, он лучше, чем не советский. У нас самая передовая, там, не знаю, философия, да, мы знаем, как будет будущее. Вот эти на Западе, они загнивают, а мы идем вперед, потому что мы знаем, мы владеем научным мировоззрением. Нам все завидуют, у нас столько богатств, ни у кого столько нет. Мы живем как нищие. Это не противоречит абсолютно. Живем как скот, но никто же не знает, никто же за границей не был. Те, которые знают, молчат. Вот. Поэтому так вот вроде и все. То есть мы хорошие. Вот никто не может выпить столько, сколько мы можем выпить. А еще у нас есть балет. Вот. А там... Ну, короче, я могу много-много примеров этому приводить, но есть как бы внутренняя вера. Вера. Это очень мощная вещь. Она не подвергается никакому обсуждению. Вера. Есть вера в то, что я хороший, а ты плохой. Почему ты плохой? Потому что ты – это не я. Вот, собственно, и все, ничего больше не надо. Поэтому, когда вы идете в какой-то там социальный такой, нетворк, какую-то тусовку, такую-то, вы просто должны знать, куда вы идете. И вас там облажают. Ну, вот, скажем, если вам нужен совет, самый безобидный совет. Вот я как-то помню, сколько-то лет назад думал привезти там кого-то по Visit J1 и на каком-то форуме большом там поделился соображениями, вот, как лучше сделать. Ну, потому что люди с той стороны, они как-то… И там из десяти человек, допустим, да, девять просто юродивых было, натурально юродивые, дегенераты полные, и один там кто-то дал разумный совет. Понимаете? То есть они ходят на форум для того, чтобы дать выход юродивому, выход вот нечистотам, которые их переполняют, потому что в реальной жизни они ничтожны, они никто. Никто их и слушать-то не станет. Понимаете? И вот, собственно, вот это форумы, вот это вот… Я не знаю, вы можете сказать, это же только русские форумы такие, русскоязычные. Я иногда почитываю комментарии, там, скажем, где-нибудь на CNN или там на Fox News. Вот. Они такие… Наверное, там какая-то модерация присутствует. Но, что я хочу сказать, тоже они, конечно, помягче, помягче. Там без матершины такой там и так далее. Но, в общем-то, тоже такие вот не сильно отличающиеся, я бы сказал, предвзятые, необъективные, такие оскорбляющие собеседника и так далее. Безусловно, повыше качество, чем, допустим, денег на Лентеру. Нет сомнений. Но, тем не менее, не принципиально отличаются люди. То есть, те, кто идут в социальный нетворк к незнакомым людям, они не знают никто друг друга. Вы, когда идете в этот социальный нетворк, ну, я не имею в виду, там, скажем, форум «Говорим про УС», а вот, допустим, CNN, там, или Fox News, или там, вот, экономисты из журнала, там, половина, кто пишет, это кремлевская агентура, это видно сразу. Но, просто, я к чему говорю, вы не знаете, он вроде как человек, и вроде он что-то такое говорит, а там провокаторы профессиональные сидят. А если они не профессиональные провокаторы, а просто там какой-то форум, какая-то тусовка, ну, значит, просто профессиональные дебилы, сколько хочешь таких. Это не только на сетях, вот, или там, в группах, где люди тусуются по маленькому, там, скажем, иммиграционному, или там, какому-то интересу. Это может быть профессиональный форум, вот я, я помню, как-то я пару сообщений оставлял, вот есть форум, там, Software Testing Crew, казалось бы, профессиональный форум, казалось бы, мама родная, да я как из гестапо с допроса ушел, понимаете? То есть, абсолютно грязная, мерзкая тусовка. Ну, по всякому сути, ко мне они так отнеслись, при том, что я там абсолютно ничего, собственно. И вот, ну, вот тебе, вот и все. Форум борется за звание профессионального. У меня к нему брезгливое отношение с тех пор. Абсолютно брезгливое. То есть, модерации никакой нет. То есть, вместо того, чтобы там уничтожить, там, скажем, два десятка кретинов, они их там держат и погонят весь этот форум, сделают невозможным им пользоваться. поэтому это обычное дело. Значит, вы идете куда-то и вы знаете, что при самых чистых ваших намерениях и так далее, вас обгадят там. Это может быть не вы, это может быть кто-то, а вы просто почитать пришли. И вы смотрите и говорите, почему же человек что-то такое спросил, а его обгадили. Ну, не все же обгадили, не все высказались, правда, но те, кто высказываются, они в этом состоянии. Поэтому вы должны принять реальность, такой, какая она есть. Не спрашивайте себя, почему реальность вот такая. Она такая, она всегда такая была. Ну, идешь на форум, значит, принимаешь реальность, не принимаешь, не ходи на форум. Вот и все. На этом же самом форуме, кстати, там вот этих любителей там поскандалить, их на самом деле прижимают. И многие жалуются, что их там выкинули, забанили там или что-то. То есть там на самом деле есть некая модерация. Там вас не обложат грязным словом, понимаете. Там, ну, ну, очень много есть вещей, за которые... Вы можете пожаловаться. Вот вы видите, там кто-то что-то сказал. Вы тут же под сообщением нажали кнопочку «Пожаловаться». И его либо забанят, либо там ему какой-нибудь штрафной очко выпишут, либо удалят это сообщение и так далее. Там есть модерация, и там модерация достаточно жесткая на самом деле. В данном случае вас, может быть, не вербальная часть волнует, а, скажем, отношение, да, значит, отношение. Ну, вот такое отношение, да. Они возмущаются. Они приличным образом выражают свое возмущение. Но они возмущаются. Почему они возмущаются? Жизнь такая. Ну, не нравится, не ходи. не хочешь этого читать, читай Вики, и там все это в абсолютно чистом виде, в таком, в виде фактического материала, все это изложено, и вам не нужно читать эмоции разных людей. То есть, всяким инструментам нужно приноровиться, как пользоваться. Это правда. Это правда. Я считаю, что форум Говорим про вес это наиболее полезное и достойное из всего, что есть в этой области. Поэтому он у меня первой ссылкой стоит на наборе ссылок под каждым видео. Вот. Поэтому я рекомендую очень. но, конечно, надо знать, куда ты пришел, и надо понимать, что это не то, что ты к тетке на блины там какой-то. Ну, какие-то люди вот такие же, как и вы. Им что-то нравится, что-то не нравится, что-то их возмущает. Есть люди более эмоциональные, менее эмоциональные и так далее. Ну, да. Ничего страшного. Ничего страшного. Я вас уверяю, что на любом профессиональном форме, не то, что профессиональном, но вот, скажем так, где собираются люди по интересам. Допустим, там H1B, там какие-нибудь, или, да, вот, ищут работу за границей. Вас обложат там гораздо круче, чем на этом скромном ресталище. Так, давайте мы... О, смотрите, солнышко не попало на камеру. Так что мы с вами прощаемся. Я имею возможность так помахать рукой и сказать, не берите в голову, это мелочь, это ерунда. Вы должны разбираться в вопросе, вы должны знать, что вы делаете, какие последствия там тех или других отклонений там от чего-то. Вот, разбирайтесь потихонечку. И форум все-таки это место, где люди общаются. И для многих общение гораздо важнее, чем, допустим, обмен какой-то информацией. Потому что они информационно уже, может быть, насытились, и у них дальше остается только вот социальная такая часть, да, пообщаться. Поэтому вот тут вы пришли, они общаются, а вы тут с вопросом пришли. Или там кто-то пришел, а вы читаете задним числом. Не берите в голову. Счастливо! Счастливо!